Израильский магистратский суд разрешил еврейским поселенцам громко молиться в одной из самых главных святыни слама в мечети Алякса. В скандальном решении указывалось, что звучные молитвы и земные поклоны не являются преступлением. Дело в том, что на прошлой неделе израильская полиция задержала трех несовершеннолетних поселенцев, совершающих громкую мессу в мечети. Именно с этим инцидентом связано решение суда, где было заявлено, что рассматриваемые действия подростков не связаны с каким-либо поведением, которое могло бы привести к беспорядкам и потому не является правонарушением. Палестинская администрация отреагировала на решение суда и поклонение поселенцев в Аксе, назвав его открытым объявлением религиозной войны. Движение Хамас предупредило оккупационные силы не играть с огнем. Правительство Израиля намерено обжаловать решение магистратского суда, разрешающее еврейским поселенцам совершать религиозные ритуалы во дворе мечети Алякса. Однако этот шаг израильского правительства может быть связан с тем, чтобы продемонстрировать мировому сообществу свою непричастность к решению суда. Как сообщили в пресс-службе, решение суда будет обжаловано в суде высшей инстанции, а правительство не планирует пересматривать статус мечети Алякса. В Тель-Авиве также подчеркнули, что магистратский суд неуполномочен выносить решение по свободе вероисповедания в мечети Алякса. После того, как Израиль захватил оккупированный Восточный Иерусалим в 1967 году, сохранялся хрупкий статус-кво. Не мусульмане могут посещать комплекс, но не должны там молиться. Несмотря на это, в октябре прошлого года израильский суд постановил, что евреи могут тихо молиться в Аксе, и это не будет противоречить закону. Однако после реакции исламского мира были вынуждены сделать шаг назад.